Второе послание к Коринфянам святого апостола Павла И чтобы я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть ангел сатаны удручать меня, чтобы я не превозносился. Приветствуем, друзья, на библейском портале Экзегет мы разъясняем труднопонимаемые места Священного Писания. В послании апостола Павла к Коринфянам во втором послании содержатся слова о том, что дано ему некое жало в плоть, что это такое, что за жало. Апостол Павел развивает эту мысль и называет, к тому же, это жало еще и ангелом сатаниным, который соприсутствует в его плоти, не давая ей покоя. Что это за странные о себе замечания, для чего оно произносится? Речь идет о глазной болезни, сопровождающей апостола. Нам известно, что еще будучи Савлом и направляясь с архиерейским распоряжением в Дамаск, для того, чтобы имеющихся там христиан предавать на суд и влачить в темницы, он пережил некое сверхъестественное явление. К нему явился сам Господь, спросивший Савле, Савле, зачем ты меня гонишь? И после этого явления, которое абсолютно убедило Савла в истинности и могуществе Иисуса Христа, которого прежде он гнал, считая учение его о нем заблуждением, он уже благоговейно и послушно вопрошает Господа, что повелишь мне творить? Но после этого явления он стал слеп. Эта слепота Савла означала темноту народа, сидящего во тьме и сене смертной, человечества до явления Господа Иисуса Христа, до пришествия Бога во плоти, которая и стала светом, просвещающим всякого человека, грядущего в мир. И только после крещения, принятого Савлом, с его глаз спадает некая чешуя, он все видит ясно, и с тех пор становится величайшим сосудом Божьей благодати, великим апостолом, проповедником. Но болезни глаз сопровождали его. Он замечает, говоря, обращаясь к некоторым из своих учеников, которые приняли его пришествие, прибытие к ним с великим усердием и состраданием ему, говорит, свидетельствую о вас, что приняли меня как апостола, как самого Господа Иисуса со всей любовью. Ваша любовь к Богу проявилась в великой почтительности к его служителю. И не возгнушались тем, что я немощен был у вас, не имела свободы действий из-за слепоты, из-за той тяжкой болезни глаз, которая сопровождала его по жизни. Говорит свидетельствую, что если бы вы могли, вы бы выкрутили глаза свои и мне бы их передали. С таким усердием вы заботились обо мне слабозрячим, полуслепом, но вовсе не небрежение обо мне, а великое усердие увидел я от вас. Потому и в ином месте, замечая о этом самом жале во плоти, попущении Богу как некогда причинить всякий телесный вред Иову многострадальному, так и здесь называет он свое страдание следствием действия попущенного Богом ангелу-сатанину, повреждающему его телесный состав, его зрение, приносящему неисчислимые бедствия тому, кто и так предавался бесчисленным скорбям ради проповедания Слова Божьего, и тем не менее сознает для себя и полезным, и необходимым это испытание, представляя своим ученикам свою молитву. «Трижды просил я Господа, чтобы отнято было от меня это искушение». Но ответ был неожиданный для великого апостола Павла. «Довольно с тебя благодати моей, сила моя в немощи совершается». И апостол Павел ссылается на свою болезнь, открывает о своей молитве, о своем прошении к Богу, и, наконец, возвещает сами слова Господня для того, чтобы и мы, не молоду, что ли, среди испытаний, среди телесных скорбей, думая, что Бог отвернулся от нас именно потому, что попускает нам болеть, страдать и даже самую смертность пережить. Но узнаем мы из откровения Божьего, что является его полнота могущества божественного там, где более чем обычно приходится человеку страдать, там, где он глубоко осознает немощь плоти своей. Подтверждаются и слова апостола Петра, страдающий плотью приста от греха. Поэтому болезни телесные оказываются делом промысла Божьего, того же любящего Бога, который является причиной и всех наших благ, и видимых, и вечных.